Говоря о женском здоровье, говорили о репродуктивности. На вопросы горячей линии отвечали заместитель главного врача по акушерской гинекологической помощи Новочебоксарского медицинского центра Алексей Димаков, руководитель Центра кризисной беременности Елена Макарова и психолог Центра кризисной беременности Светлана Сметанина, начальник отдела опеки и попечительства администрации города Татьяна Данилова и отец Роман. На телефон горячей линии поступило почти три десятка предварительных вопросов. Большинство, касающиеся планирования беременности, суррогатного материнства и ЭКО. Горожане интересуются, существуют ли у нас Новочебоксарские или в республике центры для поддержки беременных, находящихся в трудной жизненной ситуации. Оказывается, психологическая помощь в первую очередь, конечно. Если у женщины нет жилья, у нас в городе, к сожалению, нет таких кризисных центров, чтобы женщина представляла жилье в Чебоксарах, существует кризисный центр. Могу ли я выбирать роддом, если хочу рожать в Чебоксарах или в другом городе? И что для этого нужно, интересуется жительница Новочебоксарска. Другой город, да, я хочу, но может не быть такой возможности в плановом порядке. Опять же, если это речь идет о родах, то есть начались схватки, там, отошли воды, там, так сказать, все, процесс пошел, и скорая привезла в приемный покой, никто не имеет права никому отказать, да, то есть медицинская помощь должна быть оказана, роды должны быть приняты. В последнее время все большее количество пары задачены вопросом бесплодия. И в Новочебоксарске, как оказалось, это тоже больной вопрос. Долгое время, проходя лечение за лечением и не находя решения проблемы, некоторые решаются на крайние меры. У меня там на маршрутке в Чебоксарах, я увидела объявление о том, что предлагают стать суррогатной матью, и у меня возник вопрос, насколько вот это официально и законно. Взаимоотношения, да, этой женщины, которая сама там ищет где-то суррогатную мать, выбирает какую-то другую женщину для этой роли, да, и устанавливает с ней отношения, у нас не оговорено никак. То есть это личное, так сказать, письменное, так сказать, согласие какое-то, да, между женщиной, которая хочет иметь ребенка, которая будет донором яйцеклетки, да, и суррогатной матерью. Суррогатное материнство, то есть вынашивание облодотворенной яйцеклетки к женщине, которая после родов возвращает ребенка заказчикам, в кавычках, противоестественно и морально недопустимо, даже в тех случаях, когда осуществляется на некоммерческой основе. Поступил также вопрос, который волнует многих женщин, планирующих второго и последующих детей. Жилой перенесла первую беременность, высокое давление, постоянные отеки, токсикоз. Хочу второго ребенка, но с ужасом думаю о предстоящих испытаниях. Может, можно заранее настроить организм на беременность и к кому обратиться? Беременность на беременность не похожа, поэтому заранее ставить, так сказать, ожидать, что так будет, да, как было в предыдущей беременности, совершенно не обязательно. В последнее время среди семейных пар все более распространенным становится планирование беременности. Это, по мнению Алексея Димакова, очень важная ступень к рождению здоровых детей. Во всем мире, да, правильным считается вообще перед любой беременностью прийти сначала, да, то есть еще не беременной. Причем, так сказать, правильным считается обращаться к акушерогинекологу хотя бы, да, паре семейной, то есть для того, чтобы их обследовать и подготовить организм к беременности. Также были вопросы о беременности несовершеннолетних, об абортах и говорили о том, нужна ли образовательная программа в школах по интимным вопросам. Если женщина ВИЧ-инфицирована, может ли она родить здорового ребенка? В 96% женщина рожает здорового ребенка. А что ей для этого? Вот если она начнет его кормить грудью, то через 5 дней, по статистике, у 100% новорожденных детей вирус спеда будет. Если она начнет принимать соответствующие препараты, правильно, есть сиропы специально сделанные в виде сиропов, препараты антиретровирусные в течение беременности, процент рождения таких детей снижается до 0,4%. Здоровье женщины зависит от того, какой образ жизни она ведет, насколько ответственно относится к своему здоровью. Поэтому врачи рекомендуют с молодой заботиться о своем здоровье, стало быть, и о здоровье своих будущих детей. Наталья Мальчикова, Петр Куприянов, Новости Новочебоксарска.